This conference will now be recorded. Меня зовут Левина Светлана Марковна. Я преподаватель центра специалист. И в данной сфере деятельности я существую, функционирую с 1987 года. Как вы можете видеть, у меня очень большой опыт в этой сфере. Опыт практический, опыт руководящий самых разных позиций. Многократно случалось создавать системы работы с документами в организации с нуля, в том числе системы электронного документа оборота. Поэтому опыт у меня здесь обширный и я готова поделиться этим опытом с теми, кому это действительно интересно, кому это нужно. В центре специалист я представляю в виду всю линейку курсов, которые связаны именно с этой тематикой. Кроме того, курс, о котором мы сегодня с вами говорим, которому посвящен наш мастер-класс, это делопроизводство документационное обеспечение управления. Также это курс, базовый курс, также это курс делопроизводства уровень 2, электронный документ оборота системы, электронного документа оборота, в течение которого мы говорим о том, как создать такую систему управления документами в любой организации, на любой платформе. Также курс архивное дело, потому что архив это неотъемлемая часть процесса работы с документами и курс помощника руководителя. Мы говорим с вами о курсе делопроизводства документационного обеспечения управления. Ближайшая дата проведения этого курса 23 августа. Центр специалист весьма известное заведение, 30 лет находится на рынке этой деятельности и весьма обладает большим количеством и курсов, и преподавателей, и удобных учебных классов, а также большое количество выпускников и множество корпоративных клиентов. Центр предоставляет определенные гарантии, гарантии качества, гарантии результата, гарантии сохранения средств. То есть если организация работает по корпоративным правилам, то даже в случае замены слушателя или изменения планов в части курса, то средства, естественно, сохраняются и предоставляется возможность пройти другой курс или сменить слушателя. Расписание занятий также гарантировано. То есть если курс объявлен 23 августа, он и произойдет в эти даты, Центр берет на себя такую ответственность и такую гарантию. И гарантия безопасности все-таки сейчас, так сказать, эпидемиологическая обстановка, ну, не совсем спокойная, поэтому все меры предосторожности, все меры безопасности Центром соблюдаются во всех учебных комплексах, во всех классах, в которых проводятся занятия очных с участием слушателей, то есть очные. О чем мы с вами говорим? Что такое документационное обеспечение управления? Что это такое? Это вполне конкретная и четкая вещь. Это деятельность, которая целенаправленно обеспечивает функцию управления документами. Кажется, просто, но есть и другой вопрос. А что же такое управление документами? Управление документами – это, в свою очередь, деятельность, которая обеспечивает реализацию политики и стандартов в области обеспечения работы с документами и применительно к документационному фонду организации. Коллеги, я прошу прощения, у кого-то есть проблемы со звуком? Коллега пишет, что нет звука. Есть у кого-то проблемы со звуком? Проблем нет. Все нормально со звуком. Но это, видимо, проблемы на стороне слушателя. Тогда следует обратиться в центр, то есть к администраторам центра, к инженерам. Вот есть совет переключить настройки на другое устройство. Или говорить через наушники. Коллеги, я говорю в наушнике. То есть у меня наушники с гарнитурой, то есть я не в пространстве говорю. Попытаюсь говорить погромче. Давайте мы говорим с вами о том, что такое документационное обеспечение управления. Деятельность, целенаправленно обеспечивающая функцию управления документами. А что такое само управление... Платформа справа. Что такое само управление документами? Это, соответственно, деятельность, которая обеспечивает поддержку и реализацию в организации политики и стандартов, нацеленных именно на то, чтобы эту деятельность осуществлять и приложима эта деятельность к всему документационному форму организации. Что это значит? Это значит, что в организации должна быть такая система. Должна быть политика и должны быть стандарты, которые обеспечивают эту деятельность и поддерживают ее. Чем мы в своей деятельности по этому обеспечению процессов управления документами, чем мы в своей деятельности руководствуемся? Мы, естественно, руководствуемся теми вещами, теми документами, теми нормативными актами, которые есть у нас и которые действуют на текущий момент. И, естественно, мы берем самые современные, самые последние действующие документы. Для чего нам все это нужно? К чему мы хотим, к чему мы стремимся? Мы хотим управлять документами в эпоху цифровизации. Все меняется очень быстро. И кажется, что процесс просто неостановимый, им невозможно управлять. Нет, это не так. И если знать те правила и те требования, которые нам нужны для этого, мы с этой задачей сможем справиться. Но для этого нужно иметь подходы. Для этого нужно понимать, как это делается для того, чтобы с этой задачей справиться должным образом. Поэтому, естественно, мы должны держать руку на пульсе, следить за всеми современными изменениями и руководствоваться новыми требованиями, новыми веяниями в этой сфере и действующими нормативными документами. Как мы это делаем? Как уже было сказано, мы именно стремимся использовать современные документы, применять их в нашей работе с учетом тех новых технических средств, тех новых возможностей, которые предоставляются. Но, конечно, не забывать и о том, что лежит в основе ГОСТы, законы и так далее. Конечно, здесь мы помним всегда об основополагающем принципе, который у нас есть, лежит в основе нашей деятельности. Принцип единообразия, принцип унификации, принцип интеграции, потому что наши действия обязательно должны быть интегрированы и связаны со всем тем, что происходит в организации. В противном случае, если система управления документами оторвана от остальных процессов, которые происходят в организации, она теряет свое значение, она теряет свою важность и, собственно, практическое применение. А надо всегда помнить о том, что любой процесс управления документами, естественно, он стоит денег, как и любой процесс. Любые процессы, проходящие в организации, они требуют документационного, документального подтверждения, соответствующего оформления. Поэтому элементы управления документами – это составная часть любых бизнес-процессов в организации, в чем бы они ни заключались, в каком бы виде ни происходили эти процессы, в каком бы виде ни оформлялись потом документы, являющиеся результатом этих процессов или необходимые, например, для того, чтобы принять управленческое решение. Потому что принятие управленческого решения – это также те процессы, с помощью которых организация движется вперед. Вот об этом мы, безусловно, должны всегда помнить в нашей деятельности и этим также руководствоваться. Для чего нам это надо? Именно для того, чтобы не выпускать из поля зрения важные процессы, проходящие в организации, и быть частью, составной частью этих процессов. Опять же, обращу внимание, что это интеграция, что это встроенность в систему управления документами, а все остальные процессы, они не могут быть разделены. То есть, если мы создаем систему управления документами в организации, мы обязательно должны это учитывать. Чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться создания надлежащей системы управления документами, хорошо организованной и юридически значимой системы, что тоже, естественно, важно в современных условиях. И каким способом это сделать, как этого можно добиться, это также нужно понимать. Но для того, чтобы это сделать, для того, чтобы этого добиться, нужно, естественно, знать, и как система создается, как функционирует весь этот процесс, на чем он основан. Для того, чтобы выстроить систему должным образом, связать ее со всеми остальными, интегрировать ее в общую систему управления организацией, для того, чтобы не было зазоров и разрывов. Эти процессы должны быть плавно переходить один в другой, быть связанными и не прерываться. В противном случае информация, документы, данные, сведения и так далее будут теряться при передаче какими-то другими способами и принятые на основании этих документов, например, управленческие решения могут быть недостаточно выверенными и достаточно взвешенными именно потому, что информация была представлена не полностью, не в должном виде и так далее, была утрата информации и так далее. То есть разные здесь могут быть варианты, поэтому эти вещи мы обязательно должны учитывать. Ну и почему это актуально? Безусловно, сейчас есть какие-то исследования разные и говорится о том, что есть, так сказать, в перспективе отмирающие профессии, которые больше не будут нужны, потому что вокруг цифровизация будет работать искусственный интеллект, будут работать роботы. И зачем нам нужны какие-то профессии. Называют, причем в этом перечне обычно называют довольно странные профессии, типа бухгалтера, того же документоведа и так далее. Ну, кто дает эти оценки, кто оставляет эти рейтинги, мне трудно сказать, но оценки достаточно странные, потому что да, конечно, мы говорим об унификации, мы говорим о единообразии, мы говорим об унифицированных подходах и к самим документам, и к процессам их обработки, процессам их прохождения, процессам их участия в управлении организацией, в оформлении всех решений, принятых организацией и так далее. Да, это процессы унифицированные, но полностью происходить без участия человека, без участия реальных работников, это достаточно сложно. Поэтому, как можно утратить эту позицию, как может быть не нужна эта профессия, это довольно трудно представить себе. Но сейчас, конечно, недостаточно быть простым документоведом, вот таким вот именно классическим документоведом, который просто сидит, перекладывает бумажки слева направо и так далее. Конечно, сейчас это уже не актуально и не современно, и человек, который управляет документами, тот, кто работает вот в этой сфере, он должен уметь делать, должен знать гораздо больше, должен уметь гораздо больше. Именно потому, что процесс работы с документами пронизывает все сферы нашей жизни, поэтому и сведения в области бухгалтерии тоже, и сведения в области юридической деятельности, сведения в области IT. Нет, конечно, не обязательно бы, чтобы человек был действительно IT-шником или дипломированным юристом и так далее, но он должен иметь представление о том, что происходит в этих сферах и какие есть виды там документов, какие есть специфические особенности и так далее, чтобы управлять процессами и включать в эти процессы в том числе и вот эти документы, чтобы они не выпадали просто по незнанию. Поэтому эта позиция актуальна, но на нее возлагается сейчас больше ответственности, это действительно не просто рядовой документовед, а это человек, который процессом руководит, управляет с учетом политики и стандартов, которые обязательно должны быть в организации. Мы говорим о пяти постулатах успешного управления документами. Что это значит? Конечно, это просто, скажем, такие моменты, которые можно обозначить и помнить потом. Не то, чтобы это где-то было записано в каких-то нормативных актах, конечно, нет. Это, скажем так, жизненное наблюдение и опыт, который сложился, как я уже говорила, у меня за много лет работы в этой сфере. И он просто богатый жизненный опыт и профессиональный, который подсказывает, что на определенные вещи, даже если они где-то нигде не зафиксированы, на них следует обращать внимание и их всегда имейте в виду. Я их, так сказать, сформулировала такими словами отдельными, которые я, конечно, поясню сейчас. И первая из них, и самая главная, я назвала афера, но это означает как раз-таки прямо противоположное. То есть мы ни в коем случае не аферисты. То есть все, кто работает в этой сфере, мы, конечно, напротив, ни в коем случае не будем пускаться в какие-то непроверенные мероприятия и так далее. Другими словами, этот постулат формулируется следующим образом. Взвешивайте риски. Всегда следует взвешивать риски. Почему? Потому что это наша сфера деятельности, делопроизводство, документооборот, архивное дело. То есть все, что связано с обработкой с документами, с работой с документами. Сейчас этому придается, и как и всегда было, этому всегда придавалось весьма существенное значение. Только сейчас это еще обрело новую форму и новые, скажем так, краски обрело. Почему? Потому что у нас есть документы бумажные, у нас есть документы электронные, у нас есть электронные цифровые подписи, у нас очень много других вариантов, которые раньше никогда даже и не предполагались и не предусматривались. Не всегда нормативная база успевает за всеми этими изменениями, новшествами, действующая нормативная база. Не всегда она полностью на 100% покрывает и охватывает все вопросы, все аспекты этой деятельности. Но нам все-таки приходится принимать решения и действовать соответствующим образом, потому что, естественно, стоять на месте мы никак не можем. Мы должны осуществлять свою работу, мы должны выполнять свои функции. Поэтому нам приходится принимать решения. И вот, так сказать, постулат, который нам может в этом смысле помочь, это как раз-таки вот этот. Не аферисты мы. Мы как раз-таки всегда взвешиваем риски, принимая во внимание и оценивая огромное количество разных обстоятельств, ситуаций, данных и так далее, для того, чтобы принять адекватное решение. Потому что принятие неадекватного решения, ошибочного решения может в результате, мы очень хорошо должны это понимать, может в результате вылиться в большой риск для самой организации. Если сказать по-простому, то утрата документов и, например, не надлежащее, несанкционированное уничтожение каких-либо документов может вылиться в большие проблемы для организации. Или несоздание какого-либо документа, отсутствие такового, также может повлечь на собой какие-то неприятные последствия для организации. Поэтому все наши действия мы должны оценивать именно с этой точки зрения. Второй постулат я назвала манера. Что это означает? Здесь нужно говорить о том, что вот вся работа, мы говорим о политике и стандартах, так в национальном стандарте записано, это определение было взято, управление документами было из национального стандарта. Так в национальном стандарте сказано, что мы должны действовать в соответствии с политикой и стандартами, существующими в организации. Но в принципе система, как мы создаем политику и стандарты, это во многом зависит от того, как организация управляется. Поэтому вот эта вот система управления организацией, она влечет за собой и сложившуюся систему или складывающуюся систему делопроизводства. То есть это могло сложиться, так сказать, ну в течение жизни организации, со временем, как-то изменяться, ну что называется, сформироваться. Это может происходить именно еще и с учетом личности, так сказать, руководства личности, да, руководителей организаций. Это во многом существенно, потому что для нас это весьма существенно. То есть манера управления организацией и система управления и система организации документационного обеспечения – суть звенья одной цепи. И мы здесь должны помнить о том, что в нашей деятельности помощь руководителя, поддержка, не столько помощь, сколько поддержка руководящего состава, понимание важности этой сферы деятельности, влечет за собой опять же возможность или невозможность или большие затруднения в том, чтобы организовать этот процесс должным образом и на том уровне, на котором мы бы хотели. Следующий вариант – это фанера. Ну что имелось в виду? Фанера, если помните, да, это то, что поют некоторые исполнители, да, то есть, а сами рот открывают. То есть, по сути дела, это то, что помогает им выйти из ситуации, да, поддерживает их и в некоторых случаях заменяет, так сказать, их личные, собственные действия. Я здесь имела в виду локальные нормативные акты, то есть, это то, что нам необходимо для того, чтобы действовать. Локальные нормативные акты, в которых в первую очередь должны быть отражены именно вот те самые политики и стандарты, о которых мы с вами уже неоднократно упоминали. Без того, чтобы в организации существовали соответствующие документы, в которых будут зафиксированы все требования и правила работы по документационному обеспечению управления. Если этого в организации нет, настроить этот процесс и создать соответствующую систему в организации очень сложно, потому что нет никаких опорных документов, не на что опереться, нет возможности какие-то требования формулировать и что-то, и требовать их исполнения. Поэтому это достаточно серьезно. Следующий вариант, это следующий постулат, это вера. Во что мы верим? На что мы опять же опираемся? Мы опираемся на такой постулат, опять же, который можно назвать необходимый и достаточно. Мы знаем, что необходимо. Мы знаем, что нам необходимо для того, чтобы все работало так, как надо. И мы знаем, чего нам достаточно, то есть что должно быть для того, чтобы это было реализовано. И мы не делаем лишнего. Это тоже очень важно, потому что лишние действия, они могут как раз вызвать прям противоположный эффект. То есть если мы сделали ровно столько, сколько нужно, ни больше и ни меньше, это говорит о том, что мы все по возможности сделали верно. Если мы начнем делать что-то еще, что от нас не требуется, это может, не обязательно это будет нам на пользу. И последний в данном случае постулат, это мера. Мера, что означает? Именно то, что и означает. Во всем нужно соблюдать меру. Во всем нужно соблюдать. Во всем, что делается, должна быть соблюдена мера. Во всех требованиях, во всех действиях, даже в текстах, даже в составленных текстах, даже в использовании официальных деловых стилей и так далее. То есть во всем должна быть мера, которая соответствует, опять же, нашей политике и стандартам в области управления документами. Что курс поможет сделать? Систематизировать имеющееся знание. То есть если, например, есть опыт, такая ситуация бывает достаточно часто. Если есть опыт, определенный, полученный в процессе конкретной работы, но нет общего представления, нет систематизации, то курс поможет систематизировать эти знания и приобрести базовые, если тематика является совсем новой. Расскажет, как эти знания применять на практике. Расскажет, как, может быть, не совсем уж перестать совершать ошибки в управлении, но, во всяком случае, попытаться их избежать. То есть найти и искать пути, как эти ошибки можно избежать. И объяснит, как начать управлять документами с учетом современных требований. Кому будет полезно, для кого эта тематика будет важна. Именно для всех тех, кто связан с делопроизводством и архивным делом. То есть секретари, делопроизводители, помощники, ассистенты, архивариусы и, конечно, их руководители, потому что мы уже говорили о том, что поддержка руководства – это весьма существенная в нашем деле вещь. Какие знания и компетенции можно будет потом добавить в свое резюме после прохождения курса? То есть с чем можно будет ознакомиться? И, конечно, потом применить это на практике. То есть мы все-таки смотрим. Здесь у нас не будет возможности, конечно, это все отработать, хотя у нас будут и практические задания, и практикум проходится на этом курсе, но именно такое делопроизводство. Но, тем не менее, определенные вещи можно будет потом учитывать. То есть как управлять документами в организации с учетом современных требований, как расставлять приоритеты и настраивать систему управления документами, настройка системы, причем неважно, на каких технических средствах или их отсутствии, не имеет значения, каким способом, это достаточно понятный универсальный процесс. То есть сначала мы систему должны выстроить и настроить, а потом уже создавать, например, систему электронного документа оборота. То есть сначала мы должны понять, как у нас, в принципе, все это будет действовать, а дальше воплощать это на тех технических средствах, которые у нас есть. И как поддерживать эту систему в рабочем состоянии с учетом изменений, которые могут происходить. То есть система должна быть достаточно гибкой для того, чтобы ее можно было оперативно менять в соответствии с новыми возникающими требованиями. Значит, каковы особенности данного курса? Значит, мы уже говорили о том, что это все, мы стараемся самое новое, современное предлагать. Курс длится 36 часов, курс делопроизводства документационного обеспечения управления длится 36 часов. Стоимость его с учетом очного или заочного участия вот такова. Значит, начинается курс 23 августа, будет проходить всю неделю с 10 часов утра до 17. В соответствующем перерыве выдается соответствующий диплом и в процессе прохождения после курса закладываются соответствующие навыки работы в этой сфере. И потом они, конечно, могут быть отшлифованы, развиты, улучшены уже в процессе самой работы. Так, значит, также нельзя не сказать о комплексных программах обучения. Это достаточно современная и прогрессивная форма обучения, так как здесь подбираются определенные курсы, определенные линейки с учетом тех потребностей, которые есть у слушателя, с учетом возможностей, сроков и так далее. Это помогает экономить средства, поскольку такие программы обычно имеют определенный дисконт. Это помогает на определенную тематику посмотреть с разных углов, с разных точек зрения, с разных аспектов рассмотреть, то есть получить более широкий охват темы, расширить свой кругозор и, конечно, получить соответствующий документ по окончании этого обучения. Здесь могу только показать вам, так сказать, путеводитель, что называется, по курсам вот этой сферы. Здесь в центре, видите, это сделано в качестве, ну, так похоже на станции метро, да, на пересадку. Здесь курс делопроизводства, он, в общем, как видите, находится на перекрестке, в центре этого всего, и на перекрестке различных движений, и можно развиваться в разном. То есть это еще, как говорится, пути развития в выбранной сфере. То есть здесь можно развиваться, скажем, и в сторону электронного документа оборота, и в сторону комплексного изучения программ, связанных именно с делопроизводством, и по системе, так сказать, офис-менеджмента и так далее, и различные дополнительные курсы, которые также помогут и тайм-менеджмент, и помощник-руководитель и так далее, которые помогут свой кругозор расширить и свое, скажем, ценность свое, как специалиста, повысить. Средства, варианты для обучения. Центр предлагает несколько вариантов проведения обучения. Это и очное обучение в аудитории, это и очно-заочное обучение, индивидуальное обучение, то есть программы формируются именно по потребности конкретных слушателей или группы слушателей, удаленное обучение, вебинар, и открытое обучение, также есть такая форма, весьма удобная, когда слушатели могут в своем темпе, так сказать, так как им более удобно проходить обучение, но преподаватель при этом присутствует и всегда может дать какие-то комментарии, ответить на вопросы и так далее. Есть какие-то вопросы, коллеги, по данному материалу? Продолжение следует...